Вся малина была шуршала, она вот так вот вся, всё тряслось. Это сейчас во дворе тихо и спокойно, а накануне то и дело были слышны крики и визги. Анну Швид неожиданное рандеву с представителями рода грызунов привело в шок. У подъезда она встретила настоящую крысиную демонстрацию. Штук 50 из подъезда с обоих сторон выскочили и маленькие, и большие, с длинными хвостами, чёрные. Это было что-то ужасное. А я вот живу на первом этаже, я сейчас три дня уже не сплю, три ночи, я боюсь. Вдруг прибегут ко мне на первый этаж. А эту картину запечатлел местный житель Роман Ницветаев. Грызуны уже даже нанесли ему материальный ущерб, прогрызли пол по всему периметру кухни. Управились быстро в течение месяца. Здесь всё тоже в дырах было. Сначала тоже всё накидал туда. Всякой отравой туда всё закинул, потом всё пропенил, чтобы... Теперь, конечно, меньше слышно их, но местами скребутся всё равно. За пару месяцев крысы для удобства даже обзавелись целой системой входов и выходов. Об этом свидетельствуют многочисленные отверстия около фундамента здания. Теперь грызуны спокойно проникают в подвал и выходят обратно. Жильцы говорят, что ни раз и ни два обращались в управляющую компанию, но проблема пока не решена. Сознательные граждане сами активно принялись за дело. Регулярно рассыпают в доме отраву. Новая управляющая компания с 2012 года. Вот как новая компания образовалась с этим руководством. Дело в том, что до этого управляющая компания работала, нормально работала. В управляющей компании «Урал» в свою очередь уверяют, что работу по травле крыс проводят ежемесячно. Говорят, что в последний раз морили грызунов в пятницу. Не видите, они такие как бы нехорошие особи. И к отраве они, видимо, какая-то у них уже адаптация не нужна. Если только снова идти протравливать. В Роспотребнадзоре говорят, что обычно применяемые и пропитанные ядом зерна не помогут полностью истребить переносчиков заразы, если в здании есть дыры и щели. Только обеспечение полной непроницаемости подвала поможет избежать неприятного соседства с зубастыми представителями фауны. Евгения Караксина, Василий Дулепинский, Телевизионная служба новостей.